Ребята всем привет! Все знают вот эти пылесосы самсунги. Они конечно хорошие, все работает нормально, на них претензий нет. Принесли видео на ремонт пылесоса, выгудила крюльчатка тарахтела, потому что вот здесь разболталось все, задевается вот эту, полностью шумит. Стал его разбирать. Что интересно, вот это вот, дошло до этой платье, ее не видно было вообще, вся в пыли была. Кисточкой ее протер, все промыл, прочистил. Так-то вроде бы пыль не чего, но если вдруг нечаянно вода попадет, замыкание будет. Так, ладно, дело не в этом. Дело в что вот, я такие пылесосы никогда еще не разбирал, разбирал советские наши. Тут вот есть, бывает правая резьба на одних моделях, на других бывает левая резьба. Как узнать это очень легко, вот видите пластины, если они смотрят налево, значит здесь левая резьба. Вот они пошли налево смотреть, значит здесь левая резьба, если направо, то правая резьба. В данном случае у меня получилась левая резьба, значит надо отворачивать направо. Ну вот как ее застопорить в якорь, это проблема. Я посмотрел сегодня с утра в ютубе, кто только что не делает, мне это не понравилось. Кто-то сюда отвертку вставляет, там между ламели вставляет, кто-то сюда вот чопики деревянные ставит, отворачивают. Говорят, что здесь резьба очень туго сидит, не знаю, у меня нормально отвернулось. Просто мне эти варианты у одного товарища посмотрел, он вокруг якоря веревку обматывает, держит, отворачивает. Попробовал я, вернее, это не понравилось, да и не получилось. Я другой выход нашел, взял вот такой хомут со технически вот обычный, чем тонче пластинка, тем лучше, мягче будет. Вот его сюда вставил, вот прямо на ламели, на якорь, вот видно его, обжал его. Застопорил вот так отвороткой, вот этим ключом своим отвернул, правую сторону. Отвернулась она свободно, так что здесь нет такого сильного усилия. Конечно, я когда буду собирать, я все равно, вот на этот вот, у меня есть уплотнитель резьбы стратегически, я на него подставлю. Якорь прозвонил все мультиметром, все работает, поэтому дальше я его не буду разбирать, не вижу в этом смысла. Кто будет разбирать, смотрите, вот эти вот шайбочки есть, одна вот такая, вторая вот, вот эти вот выпуклые части, вот у шайбочки, должно стоять здесь внутрь, тут еще колеска стоит, вот дистанционная, не забывайте вставить, иначе будет колесо за него задевать, вот видите, вот эти вот выступы должны быть внутрь, колесо ставится и здесь то же самое, только здесь наоборот, выступы должны быть наружу, вот они выступы, наружу, но сейчас соберу, вот этой со технической уплотнитель, немножко намазать не буду, заверну обратно и буду собирать, в общем я сегодня с самого утра ковыряюсь и если бы сразу взял такой хомут, давно бы уже сделал все, и все бы работало, пыли очень много было, это ужас, ну ничего, у нас сказали, что всем нету не проработал, поэтому оно в принципе уже можно даже выкинуть было, или 9-11 купить, так что смотрите, может кому-то поможет, никакие сюда отвертки совать не надо, вот так его ровно показали, вот туда кто-то втыкает, он стопает, подворачивает, я не знаю, все-таки там провода везде, все, я так не делаю, вот хомутик поставил, потом я его сниму, наждачечкой почищу, якорь немножечко и все буду собирать, сейчас такие пылесосы везде, уже у всех, они в принципе на сборку двигателя не отличаются, просто я долго искал, не мог найти как это делается, ну все, всем удачи, кому поможет, хорошо,